Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. В Бобруйском районе развернулись палаточные лагеря. Смотришь на лес, все такое красивое, чистое. Как отдыхают дети. Квест по достопримечательностям, урок этикета и визит в синагогу. В городе на Березине разработали новую экскурсию для туристов. Я уже не первый раз посещаю синагогу. Очень рада видеть, как сегодня это действительно оплатилось. Что еще привлекает иностранных гостей? Песочница раздора. В шестом микрорайоне часть детской площадки оградили бордюром. Даже если бы вот этого обращения не было, все равно бы мы эти бордюры убрали. Зачем и что готовят коммунальщики. А также охота на наркодилеров, очистка прудов и дождь и солнце, когда закончатся осадки. Прогноз синоптиков. В стране 58 592 пациента, которые переболели коронавирусом, выздоровели, выписаны из больниц. Зарегистрированы 66 348 человек. С подтвержденным COVID-19 лаборатории обработали 1 202 214 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для медиков. В коробках свыше 8,5 тысяч средств защиты и оборудования. Лишь за последние три месяца в больницах израсходовали больше масок, чем за два года. Гуманитарная миссия состоялась при участии посольства Турции в Беларуси. Медицинский груз передали турецкие частные компании. Груз состоит из кислородных концентраторов, масок, очков, щитков медицинских. Все это будет предназначено для наших врачей, для наших медицинских работников именно в рамках борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Республике Беларусь снижается, помощь все равно такая нужна. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило контроль за ценами на маски Д-средства до 4 октября. Торговую надбавку ограничили 15 процентами. Тем временем с 1 августа возобновятся краткосрочные свидания в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях. При этом посетители обяжут соблюдать респираторные этикеты, социальную дистанцию. В Бобруське задержали дилеров-психотропов. Первого подозреваемого, 19-летнего Витебчанина, сотрудники областного наркокотроля взяли в июне. Парень попался с поличным, хотел забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. Через месяц в поле зрения оперативников попался еще один молодой человек. Стражи порядка выяснили, оба задержанных работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Забирали товар у поставщика и делали закладки по всей Могилевской области. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы. Стали очевидцем происшествия, бьетесь ли решением на болевшие проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выходить на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Судьба песочницы в 6-м микрорайоне решена. Ранее в интернете появились фото с детской площадки. На нем центральный объект обнесен бордюром. Пользователи виртуальной сети задаются лишь одним вопросом. Зачем? Сотрудники коммунальных служб среагировали и взяли вопрос под контроль. Теперь ограждение уберут. Мы это и планировали сделать, убрать эти бордюры, потому что жильцы к нам обращались по этому вопросу. Ну, как бы не все сразу, потому как у нас 44 детские площадки. Ну и, скажем так, ежегодно требуется ремонт. И требуется уделить внимание каждой. Поэтому не все сразу, как говорится, по щелчку. То есть, скажем так, даже если бы вот этого обращения не было в соцсети, все равно бы мы эти бордюры и убрали. После ликвидации бордюра работники ЖЭУ завезут песок и облагородят территорию. Совмещают приятное с полезным. Отдыхающие палаточного лагеря под Бобруйском работают по 4,5 часа в день. Очищают лес от мусора. Подробности знает Максим Кембель. 20 учеников 25-й школы разбили палаточный лагерь в Бобруйском районе. Название говорящее – юные лесоводы. На свежем воздухе отдыхают почти неделю. За это время обустроили быт, научились готовить на костре. Воспитатели помогают. До обеда они работают. И сколько времени они там не доработали, потом выходят еще дорабатывать после обеда. В зависимости от погодных условий и количества мусора, найденного у нас в лесу. На всю смену воспитанники трудоустроены в лесхоз. В обязанности входит уборка зеленой зоны. Школьники работают по 4,5 часа в день. Обходят сосновый бор, собирают пластиковые бутылки и другие бытовые отходы. Складывают централизованно. Каждый день ребята проходят по несколько километров. Ветки, бумажки, бутылки. После трудовых десантов в лес становится чище. Дети признаются, работы не боятся. В палаточный лагерь отбирали на конкурсной основе. Знали, на что шли. За 9 дней каждому заплатят 51 рубль. Мелочь, а приятно. Мы помогаем нашей природе. Леса становятся красивее, чище. Идешь, допустим, ты собираешь чернику, лес очень грязный. Ну, это очень мешает. А так мы все это убираем. Ну, хотя бы даже смотришь на лес, все такое красивое, чистое. Смена юных лесоводов завершится 23 июля. Но они не единственные в своем роде. Девятидневные палаточные лагеря организуют Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска, Росквит и Центр туризма. За лето в них смогут отдохнуть 270 детей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Высказывания на улице и в сети адвокаты на фоне предвыборной кампании напомнили о правилах проведения массовых мероприятий. Как не нарушить закон по незнанию, чем грозят громкие посты в интернете и как себя обезопасить. Порядок организаций, проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и массовых мероприятий обсудили в эфире «Зефир-ФМ». Специалисты Дмитрий Шелепов и Ольга Маевская разложили все по полочкам. Любое массовое мероприятие, оно должно проводиться в установленном законном порядке. То есть оно должно быть разрешено местными исполнительными и распределительными органами. Если мероприятие разрешено, пожалуйста, участвуйте в таких мероприятиях. Но, как правило, вот вы привели пример о мероприятиях, которые не санкционированы. Тогда участие в таких мероприятиях, оно может быть чревато определенными проблемами. Причем можно получить эти проблемы как вольно, так и невольно. Идешь по улице, встретил кого-то из знакомых, который, допустим, стоит в цепи либо участвует в таком мероприятии, остановился, вы просто разговаривались. А со стороны выглядит так, как будто ты, хоть по незнанию, но участвуешь в этом мероприятии. Да, все правильно. У нас административная ответственность, Дмитрий озвучил. Существует за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий. В данной ситуации, если массовое мероприятие проводится, и оно не санкционировано, установленным законом порядки, то есть уже порядок его проведения нарушен. И, соответственно, всех участников, организаторов уже могут привлечь к административной ответственности. Полную версию интервью смотрите на телеканале «Бобруск-360» в пятницу в 20.45, сразу после вечернего выпуска новостей. В Бобруйском районе нашли останки девяти бойцов Красной Армии. Их прах с почестями перезахоронят в братской могиле. По словам руководителя поискового отряда, прах одного военнослужащего выкопали в деревне Сычково. Еще пятерых обнаружили в Боровой. В Думановщине троих. Установить имена погибших невозможно. При них не было ни медальонов, ни именных вещей. Рядом лежали лишь пуговицы, ремни, гильзы. Все в поврежденном состоянии. В районном исполнительном комитете пообещали с почестями перезахоронить найденные останки. Бобруйск встречает иностранных туристов. Кто и зачем приезжает в город на Березине в репортаже Мария Бушкевич. Активное лето. Туристическая новинка сезона – экскурсия для школьников. Детям предлагают пройти квесты по Бобруйской крепости и Краевическому музею. Урок этикета, который проводится на базе ресторана. И включает комплексный обед. Обзорную экскурсию потом по отелю. В город на Березине вновь потянулись любители путешествий. Странные соседи открывают границы и сезон отпусков в разгаре. Приезжих притягивают знаковые места – санаторка, порт Артур, рынок. Для гостей существует ностальгический тур назад в СССР или костюм из Бобруйска. Гости нашего города могут увидеть настоящего еврейского портного, который снимет мерку и к концу экскурсии сошьет вам настоящий костюм для деловых визитов или для вечерних прогулок. Это может быть и мужской костюм, и женский. Сделаны профессионально, с изюминкой, которая оставляет память и хорошие эмоции от посещения нашего города. Как утверждают бобруйские гиды, самые популярные маршруты – те, что связаны с цитаделью и колоритным религиозным прошлым. Действующая синагога – рядом еврейский дворик. Целая группа туристов из Светлогорска приехала, чтобы увидеть эти достопримечательности. Я еще помню до сих пор, как раньше же надо было в Минске всегда через Побруйск ехать, и как мы мимо этих разваленные синагоги ездили, я каждый раз думала, надо же восстановить и что-то делать, чтобы действительно, что показывает память об этом месте, где люди могут видеть, что с евреями было. Я очень рада видеть, как сегодня это действительно оплатилось. Я уже не первый раз посещаю синагогу, первый раз еврейский дворик, но это, наверное, особенные такие впечатления, впечатление очень красиво. Очень интересно слышать историю еврейской жизни, еврейского Бобруйска, поэтому это всегда очень впечатляет. Здесь гостей учат готовить настоящую мацу, в стене плача предлагают оставить записку с пожеланием. Обещают, что отправят прямиком в Иерусалим. Действующая синагога рядом с еврейским двориком, рядом с еврейской культурой, попробовать кошерную еду. Я думаю, что это очень большое благо. Я очень рад, что сегодня посетили нас. Я жду каждого, каждого из зрителей, каждого из населения нашего города, гостей нашего города. Приезжайте и посмотрите, это просто прекрасно. На заднем дворе синагоги казан на 25 литров. Для гостей и прихожан приготовили ароматную уху. Гостеприимно по-бобруйски. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Очищают водоемы от ила, камышей и мусора. В городском парке готовятся к шоу, которое пройдет на выходных. Разработка конструкторов «Агромаша» проходит вдоль берега. К трактору на тросе прикреплены грабли. Они буквально прочесывают пруды, удаляют мусор и растительность. Мы с конструктором выехали сюда, предложили план чертежа директору парка, согласовали его. Потом сделали 3D-модель, деталировочку, отдали в цех все это. В цехе изготовили за один день данное приспособление и сюда привезли для работы. В субботу в парке культуры и отдыха горожан порадуют сразу двумя красочными шоу. Сперва запланирован колорфест. Вечером горожанам предложат запустить на воду фонарики. Уборка зерновых, комплект поездов для столичной подземки и техника для медиков. До конца лета все центральные районные поликлиники оснастят компьютерными томографами. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Александр Лукашенко встретился с активом Гомелесского региона. Президент говорил про медицину, профессиональные кадры, мелиорацию земель и возрождение полесья. После глава государства поучаствовал в открытии поликлиники. Учреждение здравоохранения будет обслуживать 40 тысяч человек сразу трех микрорайонов областного центра. В ближайшие полтора месяца все центральные районные поликлиники оснастят компьютерными томографами. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Ранее президент Беларуси и бизнесмен Михаил Гуцериев договорились о поставке нашу страну 10 медицинских аппаратов. Массовая уборка полевых культур началась в Беларуси. Зерновые и зернобобовые уже скосили со 120 тысяч гектаров. По темпам работ лидирует Гомельская область. Всего по стране намолочено 443 тысячи тонн зерна. Лен вытерплен на 11 тысячах гектаров, это 23% уборочной площади. Второй укос трав провели на 618 тысячах гектаров, 75,5% от плана. Штат Дерминск передал последний поезд для столичного метрополитена. После успешной приемки состав начали использовать на линиях подземки вместе с остальными новинками. У современных поездов тихий ход, яркий дизайн. Внутри сквозной проход, в стены встроены USB разъемы для зарядки гаджетов. В салоне и кабине машиниста установлены кондиционеры. Белавия продлевает приостановку полетов по некоторым направлениям. По 28 июля отменены рейсы Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллин. До конца июля не будет полета в Россию, Ташкент и Ларнаку. В Грузию, Казахстан и Вену по 15 августа. Вернуть деньги или изменить дату вылета можно до 31 декабря. Песни, стихи, рассказы о жизни в городском театре, драмы и комедии пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. В предстоящие выходные поклонники поэта, исполнителя, актера, театра и кино соберутся вместе. Встречу посвятят 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого. Мы сделаем такой блок, блоками так будем идти, потому что невозможно осветить его творчество полностью все за час, за два, да даже за пять. Мы затронем юмор Высоцкого, великолепный просто юмор, я считаю. Мы затронем его серьезные, я так называю в рабочем порядке, серьезные вещи. Это и любовь, это и война, это и философия его жизни. Мы затронем посвящение, посвящение, которое он писал, посвящение талантливым людям, уходящим рано из нашей жизни. Дождь и солнце сегодня в Бобруйске было облачно с прояснениями. Утром на улице стоял штиль, после полудня подул западный ветер, к вечеру сменился на северо-западный. Днем столбики термометров замерли на отметке в плюс 22. Надолго ли тренд? Мария Бересневич. В среду погоду будет определять прохладная воздушная масса северо-запада Европы. Днем на севере страны столбик термометра опустится до 17 градусов тепла, ночью еще на 10 меньше. В светлое время суток проблемят грозы, пройдут дожди. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Спасатели рекомендуют быть осторожными и оставаться дома. Жителей польского Вроцлова изводят комары. По словам экспертов, небывалое нашествие насекомых может продлиться до осени. Городские власти обещают решить проблему. Специалисты вскоре приступят к обработке парков и лугов препаратами. Но для этого нужно дождаться подходящей погоды. Ветер не должен быть слишком сильным, а температура воздуха ниже плюс 24 градусов. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров. Стихия натворила битв в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях. В некоторых регионах огонь добрался до заповедников. Распространению способствует засуха. Возгорание тушит более 5000 человек. Несколько сотен единиц техники и авиации. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность, дождь и грозы. Ветер западный, скорость 7-9 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля. Ночью похолодает до 11 со знаком плюс. И это не рекорд. 22 июля 1968-го в темное время суток воздух остыл до 5 по Цельсию. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!